здравствуйте дорогие друзья я рад вам представить наших сегодняшних гостей это региональный менеджер по продажам наталья блинова и наш новый бриллиантовый директор татьяна декер татьяна но уже два дня как ты находишься в новом звании да и хочется конечно спросить как тебе в новом звании как ты себя чувствуешь что ощущаешь какие-то эмоции друзья это просто непередаваемое ощущение проснуться утром и ощутить что ближайшая цель стать бриллиантовым директором достигнута знать точно уверена что идет квалификация я в квалификации на путешествие в америку это была моя мечта столько поздравлений от знакомых незнакомых людей это это нужно ощутить лично на себе наверное для того чтобы понять что это такое это конечно безумная радость и счастье да да я вообще принципе в компании пришла на путешествие и поэтому меня всегда вдохновляет и заряжает все путешествия которые компания для нас готовит поэтому да америка это была главная цель и моя мотивация для такого звания ну что классно здорово ты знаешь хочется сказать что все пролетело как-то быстро вот и ты сегодня такая здесь счастливая с нами но все-таки хочется спросить как все начиналось как-то принимают решение согласно андрея на самом деле время очень быстро прошло 5 лет жизни просто пронеслись это были невероятные просто пять лет и было когда-то сложно были трудности и без этого принципе любой бизнес не может быть было много приятных было очень много путешествий ну расскажу немножечко себе это мой бизнес начался четырнадцатом году хотя в компании рефлейм я много-много лет мой спонсор моя мама когда я была еще школьницей начала этот бизнес и стала успешным предпринимателем сапфировым директором но к сожалению я не сразу подхватила эту идею и вообще принципе считал что рефлейм это не для меня что это не мое я закончила колледж дальше я отучилась на парикмахера визажиста работала в салоне плюс у меня дальше был свой традиционный бизнес был небольшой салон красоты в принципе можно было зарабатывать и я зарабатывала ну знаете как было все как у всех то есть у меня была квартира которыми купили родители не было машина в кредит ну все так живут в принципе как бы я не да я не выделялась среди своих знакомых и принципе мне казалось все более-менее в порядке но внутри в душе всегда было а что будет дальше да вот этот этот от рефлеем наверное лет как изначально то есть так как в семье этот вопрос постоянно задавался я всегда думал что будет дальше чтобы через пять лет через десять лет и в принципе то есть вот эта неопределенность она наверное всегда меня заставляла думать что будет дальше и наверное вот это желание лучше жизни и привела меня в компании наверное были какие-то сомнения до в начале в процессе потому что знаем что не все так просто удается вот как ты себя сама мотивирую как-то отгонял эти сомнения как-то с этим справлялась на самом деле когда было принято решение а место сомнением уже не было то есть я четко знала если я буду делать если я буду делать звание будет такая жизнь если я не буду этого делать то будет так же как было раньше и меня это уже просто перестал устраивать первый год бизнесе было очень много сложности на самом деле было тысячу нет было 100 до приходили партнеры которые меня вдохновляли и когда появились первые ключевые партнеры уже сомнение бросить или оставить уже в принципе быть не могло то есть их не повтори в четырнадцатом году я приняла осознанное решение строить бизнес повлияло на меня как обычно это путешествие после того как компания объявила первый круизный лайнер я увидела его в журнале мир ари флейм а в этот момент мы как раз путешествовали мы были в сингапуре я живьем увидела этот круизный лайнер и мои друзья спросили меня будет буду ли я на этом круизе сказала что я не развиваю бизнес компании и они спросили мне почему почему я не пользуюсь этими возможностями если компания дает такие дорогущие путешествия а я приехала и твердо принял решение чтобы развиваться только компанией флейм тогда был такой переходный период 14 год помните до переход оффлайна онлайн так как мой спонсор был чистый работник оффлайн и была система только такая поэтому не потребовалось больше года для того чтобы разработать свою систему то есть огромное спасибо лидерам которые делились информацию на youtube принципе вся информация пришла оттуда было много проб много ошибок в шестнадцатом году мы организовали свое сообщество к этому времени я была уже золотым директором то есть вот такие два года проб ошибок которые нужны нужно было пройти для того чтобы во первых стать лидером вторых для того чтобы понять вообще да кто ты какие методы работают вообще в принципе да в общем на том этапе когда к тебе люди так скажем когда ты начала бизнес тебя есть и люди которые тебя поддержали сразу и они сейчас с тобой на самом деле когда я начинала за мной пошли мои знакомые не все знакомые так как я начинала все равно рекрутинг на теплом рынке пошли не все мои знакомые многие знакомые даже не оздоровались поздоровались она через год когда уже увидели мой результат и уже естественно поздоровались не просто так уже самостоятельно приняли решение наблюдая за мной все это время есть люди кто пошел есть кто дошел и ты сейчас в открытой квалификации старший золотой директор будни гульмир этому первый ключик были люди кто начинал со мной но в силу определенных обстоятельств знаете когда два-три месяца мы работаем и дохода такого нету есть определенные обязательства из кредиты у меня так тоже было люди многие не выдерживают и уходят выходят на работу вот разница огромная прошло пять лет и в моей жизни сейчас нет ни кредитов не ипотек есть другой уровень жизни европейский уровень жизни этих людей которые бросили они сейчас работают и в них в жизни абсолютно ничего не поменялось все осталось так же и они сейчас очень жалеют о том что бросили это когда-то ну я говорю о том что сейчас самое лучшее время сейчас есть готовая система принципе не только в моей команде каждого лидера есть готовая система которая изобрет просто нужно брать и делать все татьяна сейчас твои критерии выбор ключевого партнера какие там 123 сейчас конечно я более осознанно подхожу ключевым партнером сейчас мне интересны люди которые реально реально готовы которые готовы работать потому что я сразу говорю что арифлейм это не бизнес для бездельников которые готовы работать которые готовы выходить из зоны комфорта в первую очередь и я люблю тех людей которые близки мне по духу это чувствуется энергетически это уже вот с опытом чувствуется и такие люди притягиваются да ты знаешь я хотел спросить ты сейчас уже опытный профессионал что ты считаешь одни из самых важных важным в твоем бизнесе самым важным бизнесе я считаю это мое любимое слово называется рекрутинг рекрутинг на самом деле это ключевой момент есть конечно и сопровождение есть и организация команды делегирование но рекрутинг это самое важное если вы хотите роста нужно много рекрутировать если просели команды такой к сожалению тоже бывает или к счастью это опыт нужно рекрутировать лично в первую очередь это личный рекрутинг я очень лично примером да я очень рекрутировать это мое самое любимое занятие я бы рекрутировала бы сутками и по 10 человек бы по 20 приглашала в день вернее регистрировала но сопровождать это тоже очень важно можно рекрутировать тысячи человек но если их не сопроводить то люди уйдут и останется впечатление что этот бизнес не работает а это не так поэтому самое важное это рекрутинг нужно любить его нужно его понимать и просто делать ежедневные действия которые в принципе приведут результат я люблю рекрутировать на холодном рынке я принципе люблю знакомиться с людьми ежедневно я выхожу в социальные сети неважно какие это инстаграм это одноклассники я люблю эти сети через эти социальные сети в принципе пришли 80 процентов моих партнеров я захожу в социальные сети я добавляю в друзья незнакомых мне людей я с ними здороваюсь я знакомлю с ними и моя задача не пригласить им рассказать им о том как поменялась моя жизнь я рассказываю о себе и о том как может поменяться их жизнь и вот на личном примере показываю как живут лидеры и объясняя что так было не всегда и у вас может быть точно так же если вы будете делать и будет так же если вы не будет наташа а давай мы спросим у нашего нового бриллиантового директора как она относится такой формуле один контакт в день с целью рекрутирования один контакт рассказ о продукте и 5 звонков ежедневно я полностью поддерживаю компанию и считаю что это классная концепция именно рассказывать не только о бизнесе но о продукте я лично рассказываю ежедневно неважно было просто директором или бриллиантовым директором каждый день моя задача рассказать 100 новым незнакомым мне людям о бизнесе с компанией арифлейм если на каком-то этапе бизнес пока людей не интересует то я рассказываю об уникальном продукте и раскрываю качество с которым к сожалению многие люди не знакомы и на самом деле есть стереотип многие думают что вернее многие даже не знают что о качестве высочайшем качестве продукции компании арифлейм и это наша задача как консультантов как лидеров менять отношение не только к бизнесу но и к продукту многие партнеры приходят на продукт и дальнейшем попробовав когда они окунуться в этот мир арифлейм они просто не могут больше уйти многие остаются на продукте многие переходят качественных бизнес партнеров надежных потому что любовь к продукту это я считаю что тоже очень классная вещь для успеха твой любимый продукт я велмос без исключения я мы пьем всю продукцию линейки велмос начиная с утра пью я вся семья даже мой кот я велмос многие кто видел в stories всегда думают что он будет тебе до 100 лет жить если серьезно я очень люблю уходовую линейку я очень люблю линейку велмос это уникальный продукт реально инновационный продукт по очень доступной цене который дает нам только компания есть похожие похожие бренды известные всем с похожими технологиями но с ценником в 10-20 раз больше то есть все-таки качество по доступной цене это наш наверное такой главный козырь козырь да ну и знаешь вот часто вопрос задают особенно уже как успешным лидером наверно ты тоже с этим вопросом сталкивалась да где ты берешь таких себе замечательных людей в команду открой секрет пожалуйста в моей команде есть партнеры с холодного рынка мы называем и есть с теплого за знакомы это наверное 80 на 20 вся основная моя ключевая команда пришла через социальные сети еще год назад два года назад с этими людьми мы не были знакомы вы познакомились с ними в интернете так же как до ежедневное действие я заходила в социальные сети открывала добавляла никогда не забуду знакомства с одним из моих золотых директоров до гульфью для взять пример это открытого директора соли лецко я зашла в одноклассники добавила ее в друзья рассказала ей о возможности я рассказываю голосовыми сообщениями делюсь она согласилась а потом как выяснилось что у нее на страничке было написано арифлейм там и все остальные компании не предлагать да это было удивительно я оставила ее но через какое-то время по функционалу мы должны возвращаться персональной группе я вернулась просто оказалось что на тот момент она была не готова она только родила второго ребенка забыл такое время непроходящее мы с ним пообщались еще раз год полтора это золотой директор компании рефлейм это холодные контакты мои партнеры меня всегда дублицирует а также выходят в социальные сети знакомиться в принципе все люди это очень классно в любом случае интернет это инструмент для того чтобы познакомиться с людьми мы не можем быть на улицу к примеру ну когда это было раньше раздавать листовки гораздо проще открыть родной город мы работаем в основном это оренбург оренбургская область открыть родной город познакомиться и уже живьем встретиться познакомиться и рассказать уже на своем личном примере да вот это класс теперь я понял почему вы на наших мероприятиях оффлайн так очень шумно тепло встречаетесь вы утепляете свои контакты потому что скорее всего многие встречаются после интернет впервые да да вместе да да бывает что встречать впервые мы очень любим встречаться вместе это заряжает курики вас всегда весело проходит да и закрытие каталога у нас уже традиция да очень весело подобные притягивает подобное я иногда смотрю на этих еще до недавно незнакомых мне людей думаю господи будто будет всю жизнь знакомы это такие родные люди эти она вот вы работаете много а как вы отдыхаете есть такое выражение да как вы расслабляетесь я просто не напрягаюсь реально я реально не напрягаюсь то есть потому что это приносит мне удовольствие а вы знаете как отдыхают лидеры компании как мы отдыхаем вот была конференция недавно в мадриде до конференция в мадриде восемь дней вот я так отдохнула за эти восемь дней что я готова еще год работы для следующей конференции если брать обычную жизнь отдых на сейчас новые мечты мы решили покорять горы это тоже один из видов отдыха я люблю проводить время и отдыхая в кругу семьи это для меня огромное удовольствие несмотря на то что моя семья это семья арифлейм это очень круто у нас другие разговоры другие мысли и если да у меня просят совет кого звать первыми нужно звать обязательно своих родных и близких чтобы с ними разделять чтобы быть на одной волне это огромное удовольствие вообще-то как бы отдых это смена деятельности я знаю много наших и топ лидеров до которые имеют увлечение у кого-то это горные лыжи у кого-то это походы у кого-то то есть в любом случае это нужно да ты знаешь хотел спросить сейчас у тебя большая организация классная команда и конечно возникает такой вопрос я думаю что он до наших зрителей многие возникают да как у тебя устроена система обучения в твоей структуре система обучения устроена она устроилась не сразу и она постоянно меняется раз в день у нас проходит командный вебинар на который мы даем совершенно разные темы то есть для того чтобы они менялись выступали разные спикеры также есть прекрасный инструмент как наш официальный сайт на сайте есть очень крутая программа запуска это директор путь к успеху за 90 дней это многие не пользуются но это очень важно принципе компания дает все обучение мы только дополняем то есть это есть youtube я снимаю свои ролики да то есть важные для команды есть очень много лидеров потому что мы даем разных спикеров кому-то нравится такой спикер кому-то такой то есть у нас есть уже то есть небольшое количество отфильтрованных так скажем видео на которых я лично росла и обучалась и мы даем это команде в дополнение затем ну и чата наверняка у вас да 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 отдых много потому что тут уже есть спорят обучение и сопровождение это уже конечно же чаты у нас сейчас мы после проблем с телеграм мы переехали в контакт совершенно не жалеем на все чат и обучающие по сопровождению проходит там у нас есть ключевой чат есть чат директоров чат новичков то есть все три основных чата и туда больше не больше больше они не напрягают с какого уровня ты вот уже как бы привлекаешь своих менеджеров к такой самостоятельному участию в обучении да когда у тебя менеджер начинает участвовать в вебинарах может быть проводят свои вебинары как на самом деле но 15 процентов менеджер это уже функционал человек который должен проводить вебинар который должен проводить не только суть бизнеса но и готовить разные темы потому что когда лидер готовит тему он ее углубляется и это важно в первую очередь для него и выступать организовать команду это тоже как бы непросто есть лидеры которые изначально уже к этому готовы есть кто вообще никогда не готов это работа над собой кто-то готов над собой работать кто-то не готов то есть от этого зависит то есть рост дашь хочется такой вопрос задать да наверное у тебя есть скорее всего какие-то лайфхаки да сейчас такой популярное слово вот который ты могла бы может быть сейчас здесь вот нам с нами поделиться многие спрашивают и пишут и знакомые незнакомые спрашивают тайну как вот стать бриллиантным директором ну вы что то может быть у тебя есть какой-то вот секрет да у меня есть видео инстаграм где говорю абракадабра на самом деле секрет никаких нет единственное что это самое важное это ежедневно ежедневно нужно рекрутировать ежедневно нужно обучаться знаете я за столько прочитала за эти пять лет книг мне кажется я получила вот еще два высших образования сверху но это уже было самостоятельно было было определенное время голод то есть хотела хотелось вот поглощать 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 потому что от лидер отдает и он должен себя наполнять поэтому самое важное это рекрутировать это обучаться это любить людей это тоже очень важно и делать ежедневные действия ежедневные действия лидера зависимости от уровня на котором мы находимся да то есть бриллиантовый директор это уже больше ответственность это уже больший функционал то что многие говорят о этом тебе легко тебе легко даже не с неба упала на название даже золотого директора то есть если вы ищете чтобы было легко то будет расти медленно ищите где труда то есть если будет трудности значит будет быстрее рост это сто процентов скажи напутствие под тем людям которые находятся по ту сторону да еще не верят в то что можно стать бриллиантовым директором вот самое главное самое друзья на личном примере хочу сказать что это все работает сто процентов работает только у тех кто работает за любым успехом стоит огромный труд но это стоит того поэтому мой совет выходите из зоны комфорта начинаете делать делайте много делайте осознанно и обязательно все получится обязательно вместе любимого выражения мигуэль никогда не падайте духом никогда не падайте духом никогда не падайте духом на людях но ты два дня только два дня до в этом новом статусе я понимаю что только ты к нему сейчас привыкаешь и конечно хочется тебя спросить от твоих новых планах на самом деле у меня тоже мне самой было интересно понаблюдать за своим состоянием после того как закрылась звание когда ты долго долго к этому идешь воскресенье у меня был день перезагрузки в понедельник утром я проснулась с четкими целями с четкими планами весь понедельник и вчерашний день меня был посвящен планированию это очень важно я прописала новые цели мы запускаем новых 6 групп у меня есть наташа знает теперь я буду вести бизнес не одна теперь у нас это бизнес будет семейный мы вместе с мужем у нас перебудь семейный номер до следующий раз я уверена будем выступать уже вместе мои цели на этот год сделать программу удвоения я хочу сделать исполнительного директора почему как вы думаете потому что добавится еще одно путешествие и это меня вдохновляет я хочу путешествовать как можно больше и путешествие исполнительных директоров это конечно огромная разница путешествие золотых директоров моя цель такая на ближайший год сделать исполнительную квалификацию большая глобальная цель это сделать президента в ближайшие пять лет президента и чтобы мои директора были бриллиантовые это очень важно для меня чтобы зарабатывали как можно больше людей здорово здорово да я думаю что в следующий раз мы встречаемся с тобой в оренбурге даже может в другом городе да уже в новом статусе новом звании а может быть с будущим президентом спасибо вам огромное спасибо вам за поддержку филиала андрей наталья в эти люди без которых ни один лидер принципе не может обходиться это очень важно иметь друзей на самом деле мы близки по духу вы вы помогаете нам как никто другой спасибо огромное в татаре 12 до часа ночи надо не спит закрытия каталога все отслеживает огромное спасибо спасибо удачи танюш спасибо ждем тебя в исполнительной команде буду счастливы герния